До Нового года считанные дни. Да, 2022 был непростым, но праздник никто не отменяет. Ведь в первую очередь его очень ждут дети. Они еще верят в чудо. Как и кто в Барнауле будет создавать новогоднее настроение, нам расскажет председатель комитета по культуре города Валерий Пашков, а еще у нас в гостях Ольга Лубинец, начальник управления архитектурой и градостроительства администрации Центрального района. Здравствуйте. Рада видеть в нашей студии. Давно не виделись. Да, давно не виделись. Валерий Геннадьевич, первый вопрос вам. Он волнует многих. Или теперь не будет главного новогоднего городка на площади Сахарова? Это же не значит, что не будет и праздника. Нет, конечно. Никто праздник, вы правильно сказали, не отменял. Прежде всего и праздничное настроение горожан будем мы создавать. Создавать будем, ну, посредством, наверное, праздничного оформления. Отличен может быть то, что в этом году мы меньше, да практически не тратим ни бюджетных средств, ни предприятия, ни торговые сети на новые какие-то украшения, на закупы новых оформлений. Ну, я вам скажу, что за многие годы уже накоплен определенный запас и все, что у нас есть, это все будет освещать, будет украшать наши улицы. Также это будут и трассовые модули, и баннеры наши будут новогодней тематикой. Тематика в этом году будет такая же интересная, она будет традиционная, русская. Это сюжеты наших советских, русских открыток. Я думаю, что не только дети, но и взрослые ждут этот праздник, потому что все-таки Новый год – это какое-то ожидание, ожидание лучшего, ожидание того, что ваши мечты сбудутся. Поэтому больше, наверное, ста мероприятий, они запланированы нашими учреждениями культуры. И мы ту традицию, которую создавали в городе, мы ее продолжим, а мы приблизим праздник к местам проживания горожан. И начнется он, конечно, из пригородной зоны. И не будут обделены ни жители, ни поселка Бельмесево, ни поселка Южного, ни Черницкого, ни научно-городовского объединения. И всех, потому что там запланированы и строительство ледовых городков, и установка новогодних елок, и вот те учреждения культуры, которые находятся на этих территориях, они тоже подготовили интересную праздничную программу. Но, конечно же, первое, что это будут, кто ждет их, кто радуется, и для кого этот, в первую очередь, и мы готовимся, это, конечно, дети. Вот больше 40 тысяч школьников посетят новогодние утренники, новогодние спектакли, получат подарки и от губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, и от главы города, то есть и городские, и губернаторские. Но ведь понятно, что по определенным причинам каких-то таких массовых гуляний не предвидится, да и неуместно, наверное, это и сейчас, но тем не менее, все равно хочется пойти и где-то насладиться новогодней атмосферой, где это можно будет сделать. Я думаю, что центральный район как раз в этом смысле лучшее место. Расскажите, как будет украшена нынче Молотобольская улица? Улица Молотобольская, как и в прошлые годы, на ней будет установлена ель, она, в принципе, уже смонтирована. Единственное, в этом году мы чуть видоизменили оформление ее. Также на улице Молотобольской для маленьких ребятишек установлено уже две горки, пока они в стадии завершения монтажа. Из элементов прошлых лет это композиции, которые, наверное, уже многим известны. Это и «Снежная королева», и «12 месяцев», и наши уже, наверное, известные светодиодные цветы. Валерий Геннадьевич, вот вы сказали, что в этом году не было серьезных финансовых вложений на светодиодное оформление города. А получается, мы нынче даже сэкономили, не установили большую елку, соответственно, не потратили деньги на ледовые скульптуры и так далее? Ну да, определенно. Я не скажу, что это большая экономия в рамках бюджета города, но экономия, безусловно, в этом плане есть. И вот я скажу, что когда проходили первые оргкомитеты по организации проведения новогодних праздников, те предложения, которые на оргкомитете звучали от руководителей наших служб, они где-то во многом совпадали и с теми предложениями, которые поступали от горожан, от барнаульцев. Ну, здесь не только та ситуация, которая у нас в стране складывается, у нас здесь и есть местные такие причины для того, чтобы все-таки Сахарова в этом году работала как проезжая часть, это ремонт нашего коммунального моста, чтобы не создавать еще больше проблем для транспорта. Ну и, в принципе, мы в этом году и так ушли на районные горки, на районные площадки. Ну вот мы узнали, что на Молотобольской все равно что-то новенькое появится, но предполагает, может быть, и в городе какие-то есть новые конструкции. Да, Молотобольская в этом плане, она действительно интересна, что все-таки площадь Сахарова мы ее и перекрывали, и она вот, новогодний этот городок, он у нас работал в течение только новогодних праздников, неделю, а подготовка к нему и снос, он, конечно, очень был такой затратный и болезненный. А Молотобольская, она у нас, ну, сегодня мы уже видим, что улица, она очень востребована, она у нас сливается и с парком центрального района, где появятся, естественно, новые элементы оформления, где уже работает очень востребован каток, и данная улица, вот как пешеходная улица, как вот новогодний ледовый городок, он может работать практически до конца зимы. Ну, традиционно мы в преддверии Нового года официально открываем во всех районах города праздничные площадки. Вот нынче стоит этого ожидать? Будет какое-то официальное торжественное открытие? Нет, мы в этом году ушли от этого. Ну, вопросов много, конечно, и вопросы безопасности, то есть ситуация, она непростая, она требует определенных решений и в плане безопасности, и в плане эпидемиологической ситуации на сегодняшний день. Ну, и, наверное, да, тут есть этические такие моменты, нормы, которые нас все-таки к данному решению привели. А многих родителей волнуют одни за, другие против горки. Ребятишки хотят покататься, чтобы не по склонам бегать, а все же организовано. Ну, такие горки, во всяком случае, в парке центрального района мы... Ну, я говорю про парк центрального района, потому что он является муниципальным, и мы непосредственно несем ответственность. Они будут установлены, они будут соответствовать всем стандартам, которые сегодня Ростехнадзор нам выставляет, там и будет дежурный. Ну, прокат на муниципальной горке, на одной будет он бесплатный, а та горка, которая, значит, установлена арендатором, то есть коммерческой, там прокат бесплатный, но там будет аренда вот этой. Можно, да, на ватрушке на этой только будет прокатиться. Я думаю, что остальные, ну, опять же, за парки, могу сказать, в парках такие горки устанавливаются, они будут. Потому что есть возможность и за состоянием их техническим следить, есть возможность обеспечить и дежурных на это, выпускающих и принимающих, ну, и все-таки свести травмоопасность вот эту к минимуму. Вот, ну, управляющие компании здесь уже принимают решения самостоятельно. Строить или не строить в дворах, да, вот эти самовольные, которые как паузы нам строили. Да, да, ну, все зависит от того, насколько они готовы взять на себя ответственность за ее обслуживание и за обеспечение. Ну, вот я знаю, что на Южном нынче будет большая площадка, и там тоже будет большая елка. Чем еще будете радовать ребятишек? Будут ли у вас горки? На Южном, к сожалению, горок не будет, но будут установлены световые фигуры. Будут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, большая пещера в виде елочного шара. Ну, как бы наполнение, в принципе, площадки планируются, открытие ориентировочно где-то в 20-х числах. Традиционно заведение культуры готовит праздничную программу, вы об этом немножко сказали. Вот где, какие можно посмотреть до новогодних праздников, и какие представления будут вот в новогодние праздники для деток уже в каникулы? Ну, по, если сказать, до новогодних, начиная с 19-го уже декабря, практически и Дворец культуры города Барнаула, и поселка Южного Дворец культуры, Театр кукол, Театр музыкальной комедии, Театр драмы, они подготовили новогодние премьеры, будут показаны спектакли. Я вам скажу, еще раз повторю, только первые, четвертые классы, это у нас порядка 40 тысяч учащихся, они бесплатно в организованном порядке посетят эти мероприятия. У нас практически, я уже так афишу увидел, и Дворец культуры мотора строителей, и ДК СИБЭНЕРГОМАШ, вот те, которые в частных руках, тоже готовят новогодние программы. Дворец, вернее, арена, Титов арена, приглашают ледовое шоу. То есть, в преддверии Нового года у нас, я думаю, что не будет проблем с тем, чтобы посетить какие-то мероприятия и взрослым, и детям. Но такие же мероприятия, они пойдут и со 2 по 8 января, то есть в новогодние каникулы. Очень обширная афиша есть и концертных программ, и спектакли эти все пойдут в Дворцах культуры, и для взрослых в вечернее время, и для детей. Мы также постарались, и мы, и комитет по физической культуре и спорту, чтобы горожане смогли и активным отдыхом заняться, то есть лыжные базы, коробки хоккейные, катки практически. Вот я уже назвал, что это и Орликино, и Солнечный ветер, парк центрального района. Причем здесь цены, я должен сказать, на прокат коньков и на пользование катком, они останутся на уровне прошлого года. Это порядка 100, если со своими коньками, 150, если с прокатом в час, они не повышаются. И мы договорились об этом с директорами парков. В Планетаре будет работать практически наш Звездный дом. И я смотрел просто сегодня сводку, на новогодние каникулы очень много заявок, и это не только от барнаульских наших коллективов школьных, но и к нам будут приезжать очень много делегаций школьников со всего Алтайского края. И уже на сегодняшний день практически многие сеансы, многие программы, они уже раскуплены, причем по пушкинской карте, что очень удобно. Давайте поговорим про главную ночь года. Ведь все ее так ждут, и главное, чтобы по традиции не пошли на площадь Сахарова. Кажется, как без этого? Посидели за столом, устали, надо прогуляться, пообщаться с людьми. Я думаю, что никому не запрещено, и люди, понятно, что традиция будет все равно соблюдена, выйдут на улицу, все равно прогуляются, все равно проходят, поздравляют. Ну да, в этом году вот такой центральной площади, центральной программы ее не будет в ночное время, как мы всегда в час ночи начинали, до четырех утра. Ну и финальный, он такой предсказуемый вопрос, я, естественно, знаю на него ответ, но хочу, чтобы вы лично это озвучили. Будет ли праздничный салют? Ну, нет, конечно, в этом году очень долго и практически по всей стране эта тема обсуждалась, и я думаю, что да, наверное, правильно, там уже, когда победа будет за нами, тогда уже и оцалютуем, как положено. Вот, а здесь, опять же говорю, здесь не только какие-то этические соображения, тут и вопросы безопасности, тут много сходится на том, что, наверное, все-таки в этот год нужно потерпеть и отказаться от праздничного салюта. Ну, а если запускать во дворе какие-то, то очень осторожно. На сегодняшний день уже работает и наше министерство, ну, наши, имеем в виду местные, чрезвычайные ситуации, наш комитет по торговле с разъяснениями. Ну, то есть здесь не запрет, но мы хотим исключить, конечно, и продажу контрафактных продукций, и чтобы все-таки люди понимали, ответственно подходили, потому что безопасность — это прежде то, что мы сами для себя создадим. Ну, а вот тех, которые повышенные опасности, те, которые вот мы привыкли в массовые такие фейерверки, большие промышленные фейерверки, мы в этом году от них пока отойдем. Но имеется в виду на Новый год. Давайте подводить итог. Да, эта новогодняя ночь будет особенной. Не такой, как все предыдущие, но для нас это, наверное, какой-то положительный опыт. Главное, чтобы мы не теряли настроение новогоднее в душе, и, может быть, повод как раз вспомнить о том, что это праздник семейный. Побыть с семьей, побыть с родными, с детьми, внуками, подумать хорошо, сказать, поздравить, сказать добрые слова друг другу. Хороший повод. Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в студию. Если вдруг не увидимся до Нового года, то с наступающим. Конечно, рановато, но тем не менее. С наступающим. Да, быстро время пролетит, поэтому. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Валерий Поршков, председатель Комитета по культуре города Барнаула, и Ольга Лубенец, начальник управления архитектурой и градостроительства администрации Центрального района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова